Итак, друзья, встречаем нашего гостя сегодня в университете Синергия в рамках проекта «100 вопросов к успешному» Константин Крюков. Встречаем, друзья! Здравствуйте! Здравствуйте! Как у вас удобно тут посредине? Сейчас коротко биография Константина. Константин Крюков родился 7 февраля 1985 года в Москве в семье актрисы и доктора философских наук. В 2001 году в возрасте 16 лет стал одним из самых молодых выпускников Американского института гемологии. Также Константин с 18 лет играет в кино и снимается в телевизионных проектах. Я думаю, все знают эти фильмы. Это фильмы «Одноклассники», «Жара», а также «Девятая рота». Еще раз аплодисменты, друзья! Сейчас, Константин, обращаюсь к вам, расскажу о правилах данного проекта. Вам сейчас будут задавать вопросы о вашем успехе. Вы можете обозначить изначально те темы, на которые вопросы задавать нельзя. И также в течение всего времени вы можете не ответить только на три вопроса. Прекрасно! И давайте начнем. У меня нет тем, по-моему, каких-то запретных. Я спокойно ко всему отношусь. Отлично! Тогда, друзья, давайте начнем. И у кого есть первый вопрос? У меня есть первый вопрос. Зачем так неудобно расположили гостя, чтобы он кому-то был спиной, а кому-то нет? Это концепт? Чтобы вы были ко всем. Понял. Тогда давайте я задам первый вопрос. Скажите, вот вы в данный момент актер, также занимаетесь, насколько я знаю, ювелирными изделиями. Скажите, пожалуйста, вот у вас, наверное, была в детстве мечта, вы кем-то хотели стать, и совпала ли она с реальностью? Одна из главных проблем в моей жизни, что я никогда никем стать не хотел, сильно от этого страдал, никак не мог решиться. В самом раннем детстве я хотел стать астрологом. Но ровно до того момента, пока мой дедушка не принес мне вот такой том на тему звезд, сказал, ну, читай, если хочешь быть. Мне было 4 года, я понял, что этот том займет у меня как минимум, ну, так, лет 6 до 10. И я отказался от этой мечты и этой профессии. Вот, на самом деле, даже когда я поступал уже во второй институт в своей жизни, я до сих пор не знал, чем я буду заниматься. Поэтому второй институт у меня – это юридическая академия. Поскольку я решил, что она в любом случае будет в жизни полезна. Так что я и в 16 лет не знал, чем я буду заниматься. И меня сейчас спроси, я, наверное, тоже вряд ли об этом расскажу. Спасибо. Итак, мы переходим в следующий вопрос. Добрый день, Константин. Добрый. Спасибо за то, что вы посетили наш университет. Меня зовут Валерия, у меня к вам следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь как-то начиналась ваша карьера актера. Вот, расскажите нам, пожалуйста, историю, как вас пригласили на первые съемки, какие были ваши впечатления, и долго ли вы думали соглашаться, либо отказаться? Начиналась она очень незаметно. Мы, поскольку у нас киносемья, мы как-то раз вечером ужинали. Вот, и у моего дяди Федора, значит, очень долго длился кастинг на девятую роту. Очень долго, они долго переставляли героев, искали новых и так далее. И моя мама, которая за этим всем наблюдала, сказала, Федь, а может, ты вот нашего-то попробуешь вон там на ту-то ролле? Он сказал, ну, давай попробуем. Вот, меня совершенно, причем я думал, что мы об этом забыли. В итоге мне позвонили на неделе странная девушка из Мосфильма, сказала, мы вас ждем на пробы, текст дайте почту, дайте то-то, 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 то-то. Я почитал этот текст, приехал на Мосфильм, жутчайшим образом удивился Мосфильмовскому пропускному режиму, такое впечатление, что там хранят золото. Что нам надо позвонить в офис, сказать, я подъезжаю, потом забрать пропуск, показать паспорт, пропуск отдать, показать вещи, которые у тебя с собой. Я говорю, ребят, вы что здесь делаете? Я до этого даже на Мосфильме ни разу не был, поскольку я вырос с родителями за границей, и, ну, как бы, кино у меня занималась только мама, соответственно. Но мама кино занималась не за границей, а в Москве, и я ничего этого не видел и понятия не имел, что это такое. Я приехал, значит, меня завели в такой офис маленький, сказали, вот это кресло, это танк, ну, там где-то далекая даль, а вот здесь ты сидишь на камушке. Я говорю, прикольно. Ну, хорошо. И встала тетя с такой девикем маленькой и говорит, ну, давай. Я еще раз посмотрел на текст, ну, что-то я такое исполнил, потому что это сама ситуация по себе для меня была очень странная. Я никогда ничего не играл, ничего не делал. Вот, и поскольку я был в полной уверенности, что это дикий нонсенс, бред, диван, танк и прочее, я через неделю сел в самолет, улетел в Чехию заниматься там своими делами, думать, как мне поступить в Сингапуре в бизнес-школу, значит, что мне надо для этого сделать, где мне сдавать тофел, где мне то, где мне все. И вот прямо посреди этих всех дум в какой-то момент мне позвонили из Москвы, сказали, Константин, вас утвердили, вы должны через три дня быть в Москве, у вас пробы, грим и костюмы, а через пять дней у вас начинается съемка. Вот. И у меня перед столом лежал такой большой план моих действий, я, значит, это все свернул. Вот, попил чайку и заказал себе билет. Вот, так я попал на первой съемочной девятой роты. Было жутко страшно, очень непонятно. 150 человек съемочной группы, есть такой осветительный прибор, называется Солнце. Ну, в общем, это такой огромный гелиевый шар, который освещает целую площадь. И вот мы снимаем призывной пункт. Я на первых десяти минутах пребывания на площадке спалился, что я не то, что ничего не знаю. У меня второй режиссер спросил, ты вообще кто, и что ты здесь делаешь? Прошел мой, там, теперь уже мой товарищ Резок Егенишвили, говорит, так, вот здесь вот граница кадра, вот сюда, значит, здесь ничего не видно. Я говорю, здрасте, а что такое граница кадра? А вы кто? Я говорю, я Костя Крюк. А, ты, Федин, и что ты, что? Вот, и я, в общем, за первый день очень подробно понял, что мне надо сейчас приложить все усилия, которые у меня есть. Значит, гордость упаковать в карман, выкинуть, съесть, я не знаю, куда-то скрыть, и спрашивать у всех обо всем. И быстро, резко учиться, и понимать, что мне делать. Но плюс у меня было такое отягчающее обстоятельство, что, хотя все считают, что, наверное, родственные связи помогают, но у нас очень строгие отношения, ну, как бы в работе, в семье. И дядю не то, что нельзя подвести, а, ну, в общем-то, надо соответствовать. Поэтому, конечно, Федор был ко мне очень строг и немногословен. Все, что я не знал, я должен был пойти и узнать. Вот так, собственно, началась моя какая-то работа. Если бы не съемочная группа, которая меня вся взрастила просто на своих глазах, я бы, наверное, я очень им благодарен с тех пор, всем. Спасибо. Спасибо. Итак, следующий вопрос. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Часто ли вы встречаете своих однофамильцев и тез? Меня Константин зовут. А, очень приятно. И Крюков тоже. Вы тоже Крюков? Так точно. Невероятно. Здравствуйте. Нет, такого никогда не встречался. Не верите, покажу. А? Не верите, покажу. Не верю. Невероятно. Да, Александрович, а я Витальевич. Точно? Нет, вообще, это впервые. Я очень редко встречаю Крюков. Понятно, что частенько встречаю Константину, но такое у меня впервые. Очень приятно. Приятно. Спасибо. Здравствуйте, Константин. Меня зовут Любовь. Хотела вас узнать такой момент. Вот все-таки у вас первый фильм – это «Девятая рота». Понятно, что вы на этом фильме учились, но этот фильм шел с таким довольно глубоким смыслом о войне. И мне интересно, вот у вас мировоззрение как-то поменялось после него, именно после этой истории? Или ничего не изменилось? Ну, оно, наверное, поменялось трижды. Потому что вот в те пару дней, которые мне дали на подготовку к проекту, все главные герои присутствовали на ужине с ветеранами афганской войны. С конкретными людьми, которые были причастны к созданию этого сценария, к созданию этой истории. И среди них есть, например, такой персонаж, живущий сегодня, когда-то возглавлял броневский ювелирный завод, Руслан Безбородов. Который – реальный прототип моего героя. Он реально поехал с красками на войну. Такой был очень интеллигентный, романтический молодой человек. И я с ним познакомился, познакомился со всеми этими людьми. Мне было 18 лет, и у меня такие были очень свои взгляды на жизнь. И все, что они говорили, мне казалось жутким, диким бредом. На войне человек обретает стержень, на войне ты понимаешь, кто ты такой. Ой, на войне то, на войне сио, на войне сио. И в общем, я уехал с этой встречи, понимаешь, это какие-то совершенно со мной несовместимые люди. У них там стержень, опять вот эта вся история. Ты мужчина, ты должна, если ты никто, то это покажет. Ну и в общем, какие-то такие стандартные мысли, в которые ты глубоко особо не вникаешь. Ты так посмотрел со стороны, думаешь, странные какие-то люди, несут какую-то чушь. Потом прошло три с половиной месяца съемок. Во-первых, ты реально физически в какие-то моменты оказываешься в очень интересных ситуациях. Когда мы снимали там, ну, самую первую сцену, где вообще кто-то в кого-то стреляет, она такая достаточно была массовая. Летели вертолеты, ездили танки, кто-то в кого-то стрелял, что-то взрывалось. И у нас первый дубль, у всей съемочной группы был просто шок. Никто не был готов к тому, что будет так громко, что мы все потеряемся, никто вообще не поймет, что происходит. Он же все взрывается, все орет, и гильза сюда, и гильза сюда. Что-то летит, нам снесло все наши палатки, потому что пролетели вертолеты, и все просто вырвало из земли и снесло. Одному человеку порезало лицо, потому что такой огромный кол вылетает, и вот так вот, круженный. И это один дубль, ну, то есть, там, 40 секунд. 47, стоп, все, ты смотришь, у тебя хаос вокруг, все разбито, убито, значит, мы все в шрамах, от гильза, еще что-то. Я думаю, что, боже, так, выходит Федор, я говорю, ну, что, это не война, ребята, это 40 секунд кино. А все просто обосрались, в общем. Вы понимаете, это был такой первый момент, когда ты вечером сишь дома и думаешь, боже, как же реальные, такие же 17-летние парни, как я, они просто жили в какой-то момент в этом. То есть, у них это не было 40 секунд дубля, где это был там готов, и где это не несло никакой опасности. А это вот была такая ситуация, в которую они попали. Дальше, я помню, было жутко страшно, мы, какой-то мы снимали план, значит, я стоял на обрыве, а вот издалека на меня летел вертолет, значит, такая огромная штука, вся оборудование, всем, чем можно тебя взорвать. И задача была, чтобы она вылетела из-за горы, ну, и как бы такой красивый, значит, кадр пролетела надо мной и улетела. Там, типа, точка дезлокации или это поля. Ну, вы не представляете, это жутко страшно. Это даже вот, когда ты, ну, актер, там, ладно, ты в предлагаемых обстоятельствах, ты понимаешь, что ты твой герой, но когда ты понимаешь, люди так реально и до сих пор сидят где-то вот так за камушками, и на них летит такая огромная штука, и она не просто так летит, она летит, сейчас будет все взрывать и убивать. Вот это реально страшно. Поэтому, конечно, после вот этих съемок очень многое в голове поменялось, и с нами были консультанты, афганцы, которые прошли эту войну, которые периодически, все равно, точки зрения у всех разные, там, нам наш гример выводит актера, которого загримировали под человека, который попал под взрыв. Ну, все там обступают, ржут, потому что у него где-то мозги вытекают, там еще, ой, Мишка, ты сдох. А человек, который был на этой войне, наш консультант, он на это все смотрит, и он пропал на три дня просто. Человек к краям глаза его заметил, он посмотрел, побледнел, что-то там, наверное, себе вспомнил и ушел. И никто его не трогал три дня, потому что лучше его реально не трогать. Потому что для нас это Мишка в гриме, а для него это реальные какие-то там, может быть, товарищи, с которыми он вечером там спал на соседней кофе. Вот, поэтому, конечно, это и поменяло и меня, и поменяло мое отношение к этим людям, и поменяло мое отношение к дружбе, и отношение к войне. И я думаю, если сейчас меня спросить, я тоже буду говорить, да, что война реально показывает стержень. Если ты не очень хороший человек, то это сразу будет понятно, что военная дружба – это самое крепкое, что может быть. Потому что тоже фантастическая вещь в нашем современном мире – соцсети, значит, куча людей, перенаселение. У нас есть суперсвобода отказаться от общения с кем угодно. Всегда есть выбор. А когда ты находишься, даже мы, актеры, которые 4,5 месяца находились бок о бок каждый день с утра до вечера на съемочной площадке, мы, может быть, изначально не все были друг другу симпатичны. Где-то к середине съемок это уже начался процесс просто раздражения. Кто-то уже начал ссориться, какие-то маленькие драки. Ну, молодые ребята, все понятно. Но через 4,5 месяца нас было просто не разлучить. Тебе совершенно не важно, вот Ваня хороший человек или плохой. Ваня с тобой это все прошел. Даже эти маленькие съемки. Ваня тебе там дал руку, чтобы ты не сломал себе голову в какой-то момент. Ваня то, Ваня сё. Какой он там человек, тебе совершенно не важно. Он твой друг и точка. Вот такой какой-то разный опыт приходит с разными картинами в том числе. Дорогие, спасибо. Спасибо. Парк, по нашей стороне есть. У меня такой вопрос. Ваша дочь, у вас есть дочь, правильно? Да. Я не ошибаюсь. Она думает о карьере актрисы, она хочет заниматься тем же, чем занимается ее папа? Вы знаете, моя дочь ей 6 лет. Я вообще так радуюсь, что она вообще о таких вещах сейчас не думает. Вот. Она думает, например, она задает фантастические вопросы, на которые реально сложно отвечать очень. Она говорит, пап, почему в жизни нет магии? Вот что ты на это ответишь? Почему в жизни нет? Я говорю, Юль, ну а... Ну вот, там, я не знаю, люди друг друга любят, возникают новые люди, это же магия. Да, но вот летать же мы не умеем. Я говорю, не умеем. И тут же, значит, мозг взрослый человек... Я говорю, Юль, а ты во сне летаешь? Она говорит, да. Я говорю, ну сон, это же как бы тоже реальность, ты же полетала во сне. Да, но ты в меня не видел, как я летал? Думаю, ну... Юля, а зачем тебе магия? Только чтобы летать? Ну, там есть какие-то сейчас устройства, я не знаю, можно тебе в аэротрубу, но хотя рано. Нет, ну смотри, вот, например, я бы сейчас сделал лягушку. Я говорю, а как же вот так? Ну, не, а потом я бы тебя превратил обратно. Я говорю, Юля, а представляешь, что так человек встает с утра, идет на работу, и по дороге его шесть раз в лягушку превратили, дважды, значит, в птицу, еще что-то. Я говорю, ну, как бы, а представь, если это ты? И тут, значит, у нее уже социальная ответственность. Что же происходит? Как бы ему ответить на это? Она говорит, ну да, ну тогда магию надо давать только хорошим людям. Ну и так далее. И тут вот у нее на этом маленьком ее уровне уже идет размышление такое, ну, взрослая. А как же определить, кто хороший, а кто нехороший? А если хороший станет плохим? А если то-то, то-то, то-то. В итоге она пошла советоваться с Боженькой, в общем. Ну, не знаю, я очень люблю общаться и со своей дочкой, и с... У меня там разные крестники есть. Они периодически выдают очень интересные вещи. Очень интересные. Спасибо. Спасибо. Добрый день, Константин. Меня зовут Александр. А вот какая роль вам понравилась больше всего и почему? Какая что? Роль понравилась больше всего. Роль? Да. Ну, мне очень понравилась роль в «Девятой роте», потому что это была самая первая. И она была режиссерски очень круто поставлена. И вторая, наверное, моя такая самая любимая роль – это такой парень Влад в фильме, который еще не вышел, хотя мы его снимали в 2008 году. И, если честно, нет уверенности, что он выйдет. Потому что это было очень такое авторское произведение, снятое молодым режиссером, у которого были деньги на съемки, свои. И ему, в общем, было по барабану. Будут это кинотеатры показывать, не будут. Был очень хороший проект, участвовала Боярская, я, Оля Ефремова. Ну, в общем, такое наше некое молодое поколение актеров, режиссеров, операторов. И эта роль прям сильно тоже меня поменяла, потому что мы были вынуждены на месяца полтора стать настолько неприятными, злыми, циничными людьми. И побыть иногда в такой шкуре очень интересно. Потом, по возвращению наше в Москву, поскольку мы снимали в Ялте, многие люди перестали так особо с нами общаться, потому что это было вообще сложно. Очень мы были колкие, очень злые. И мы, там такая история смены трех поколений. 91-й год, в Москве происходит путь, а в Ялте отдыхает, ну, такая некая золотая молодежь, значит, дети тех, кто устраивает сейчас путь. И к ним приезжает самый страшный человек в этой, во всей истории, мой герой, которому просто скучно, у него все есть, у него жутко богатый дядя. Он сам жутко начитанный, жутко хитрый и умный человек. Он начинает манипулировать этими людьми, даже непонятно зачем. Кого-то он сажает на наркотики, кого-то еще что-то, еще что-то. При этом это все в антураже 91-го года. Ну, то есть, это и временная очень интересная роль, потому что такое было очень смутное, странное время невероятных перемен. Жутко интересная история смены нескольких поколений, причем не такая литературно-идеалистичная, а реальная. Кто те люди, которые вот на тот момент стояли у руля, кто их наследники, и почему эти наследники, научившиеся у своих старших, потерпели крах. Потому что пришло новое поколение, там есть Артем Семакин играет такого, представляете, нервотичного молодого человека-очкарика, который в итоге ему совершенно все равно, там мощный ты, харизматичный, нехаризматичный, но ты его... В общем, он в итоге решил эту ситуацию. Он всех убил, зарезал, значит, и остался чист. Ну, это такой авторский посыл, там, как режиссер видит, вот, грубо говоря, те, кто пришли после. Была жутко интересная роль, жутко интересное общение, и главное, что была тотальная, вообще полная свобода от всего. Никто тебя ничем не ограничивал. Режиссер сделал очень хитрый ход. Он так написал сценарий, что никто из актеров не понял, о чем он. Вообще, мы в первый день сели, там, Боярская, Ефремова, еще... Я говорю, вы поняли вообще, о чем это? Потому что тут вроде как бы мы снимаем кино, в этом кино герой снимает, что одно кино, а в этом кино еще... Какой-то швейцарец приезжает гадать на Кабале, где-то я рассказываю про какие-то Марс, Венера в третьем доме. То есть, в случае, лютый бред. И снимал он это тоже совершенно непонятно. То есть, там мы приезжаем, привозят, еще все снимали на пленку, привозят реально огромные прям хранилища для пленки на камере. Я говорю, Лев, а зачем такой хронометраж? Мы что снимать будем? Говорю, сегодня мы снимаем 16-минутную проходку Вани Николаева в спину, по дому. Я говорю, зачем? 16 минут ты же ее порежешь. Нет. Он будет идти туда-сюда. И дальше целый день он ставил эту сцену, куда Вани подходит, с кем он разговаривает, что там происходит. Ну, такой-то какой-то 16-минутный балет долгий. Ты не понимаешь, в какую часть фильма он это вставит. Ты не понимаешь, вообще ничего не понимаешь. Он говорит, просто делай, делай. Но это такая вот работа с очень творческими людьми, которые неограничены в средствах именно производственных, тогда это приносит большое удовольствие. Спасибо. Спасибо. Так, друзья, у кого у нас сейчас есть вопрос? Кто еще? Я здесь. Куда, да? Что вы любите читать, какая любимая книга, автор и какой жанр литературы вас больше интересует? Ну, я очень люблю читать художественную литературу, хотя иногда меня увлекают какие-то очень такие узкоспециализированные книги. Две из них я тут недавно прочитал, причем купил в Букинисти, какую-то непонятную пошарпанную книгу о теории сектанства. Как возникают секты, значит, что это такое, как они манипулируют человеческим сознанием, как людей туда приводят, как они работают. Жутко интересная книга, с огромным вообще философским потенциалом, реально, потому что там разбираются какие-то очень интересные случаи. Вторая моя прикладная книга за последний, наверное, месяц, тоже всем советую почитать. Называется «Как продать чучело акулы за то ли 15, то ли 12 миллионов долларов». Написал американский экономист, который решил разобраться, почему Хёрст продал эту заштопанную акулу за такие деньги, и что такое современное искусство вообще, и почему оно существует. Жутко интересная книга, с большим юмором написана, поскольку, мне кажется, без юмора этого никак. А из художественной литературы я, у меня есть, наверное, любимый автор, это Герман Гесса, которого я читаю, перечитываю, не знаю, каждый раз открывать для себя заново. Вообще, я очень люблю немцев, может быть, потому что я как-то там вырос, и мне понятна эта их вся история. Люблю Гёте, Гесса, очень люблю капоты Теннесси Уильямса, каких-то людей вот из того времени. Очень люблю латиноамериканских товарищей, кстати, вы знаете, что сегодня ночью умер Маркес, что, в общем-то, сильно, по-моему, всех расстроило, хотя, не знаю, кого-то расстроило, кого-то нет, но очень люблю латиноамериканских мистиков, Борхеса, Маркеса, Картасара. Мне кажется, это такое свойство нашего времени, их все знают. Вот. В Юридической Академии прочитал очень много законодательных сводов. Не могу сказать, что я этим сильно увлекался или что мне это очень нравилось. Из русских писателей. Из русских писателей очень люблю Блока. Ну, вы знаете, у меня очень критичное отношение к нашему сверхфетишу русской литературы, потому что, ну, потому что, наверное, у меня не так к нему привязана душа. У меня очень душа привязана к Достоевскому, но не потому что он величайший русский гений всех времен, а потому что мне нравится то, что он пишет. Мне нравится 150 возможных вариаций, которые люди по всему свету сделали из того, что он создал. Я, ну, наверное, из-за того, что вот у меня было обычное воспитание детское, русское, меня достали Пушкиным. Я его не буду перечитывать ни взрослым, ни в каком-либо возрасте. Я прислой Пушкин, я даже в дрожь. Вот. Простите меня, пожалуйста. Но, тем не менее, ну, это такая субъективная история. Я очень люблю Толстого. Причем Толстого так с разных точек зрения, потому что есть еще разные третьи лица, которые о нем писали и создавали труды на его основе какой-то. Да не знаю, я вообще много чего читаю. Иногда читаю какую-то полную ерунду, но все равно даже в ерунде можно что-то интересное найти. Спасибо. У нас по времени остается еще последних три вопроса. Давайте, кто еще не задавал, и потом вернемся к вам. Здрасте, меня зовут Вика. У меня такой вопрос про путешествия. Где вы уже были, куда вы хотите, и где ваше любимое место? Где у вас прям душа отдыхает, и вы туда готовы возвращаться все время? Именно не командировочные места, а вот просто отдыхать, либо там смотреть что-то интересное. Я очень много где был, и я небольшой фанат такого овощного отдыха, поэтому любимое место, я очень люблю Лос-Анджелес, я очень люблю Азию, очень люблю Таиланд. Я по-своему очень реально люблю Китай, и Пекин, и Гуанчжоу, и Шэньчжэнь, и Гонконг, и Макао, там я частенько бывал во всех местах. Причем открыл его для себя там в 2007 году, когда еще был немножко помоложе, и приехал туда один с огромным чемоданом из Гонконга, приехал в Шэньчжэнь. В течение 10 минут понял, что ни один человек не говорит по-английски. И с этого момента я полюбил Китай. Значит, была очень сложная поездка. Я очень люблю Японию, потому что я там проживал месяц с лишним, и очень странно, мне пришлось... Ну, так сложилось, что я снимал там передачу про православие в Японии. Для Российской Православной Церкви жутко была интересная поездка. 25 тысяч японцев православного прихода, не наших экспатов или белых людей, а именно японцев. Фантастический такой был святитель Николай, который, по-моему, должен просто получить орден от Российской Федерации за его дипломатию, за его упорство. Самыми первыми православными в Японии, в которой на тот момент проповедь любой иной веры, была запрещена и карала смертной казни. Самыми первыми православными стали самураи. Один самураи пришел к этому святителю его убивать, в общем. И святитель как-то так его грузонулся, он ушел от него православным и личным охранником. А самураи были охранники, в общем, хорошие. С тех пор его как бы никто не трогал. Потому что тут же подтянулись еще охранник. Ну, это сейчас так, я смешно говорю, но, конечно, жутко интересная история. Я, ну, я не знаю, я люблю Европу, но я не люблю там отдыхать и бывать. Если какая-то работа, вот я позавчера вернулся из Праги. Был там три дня, самое интересное, я там уже был много раз. Там была выставка Тима Бартона, может, вы знаете, это такое жутко интересное выставка. А вообще мой любимый город Карловары. Это такой город в Чехии, где среднему жителю лет 55, где все старенькие ходят, пьют водичку. Но это очень удобный город, потому что там при самом большом желании ты ничего плохого не сделаешь. В любом случае, встанешь в 7 часов утра, в 9 освободишься, и вот у тебя будет абсолютно такой режимный день. Ты можешь с удовольствием почитать, заняться какой-то своей работой. Я не знаю, для меня это идеальный город. И с тобой никто не будет говорить, потому что и все старички, и вы совершенно по-правому. И никто не трогает. Все ходят заниматься своими процедурами, делами. В 9 часов город засыпает окончательно бесповоротно. Если в 12 выходишь на улицу, тебя видит полицейский, он сам тебя пугается, странный человек. Там очень хорошо и приятно. Все. Ох, я все за вами кручу. Здравствуйте, Константин, меня зовут Анастасия. Я бы хотела вам задать вопрос по поводу вашего ювелирного дела. То есть я прочитала, что вы свое первое ювелирное украшение смастерили в 17 лет. Это было кольцо вашей матери. Правильно? Да. А я бы, вот вопрос в чем состоит. Кто вас на это вообще, там, не знаю, надоумил, надоумил ли это была ваша идея? Как вы вообще до такого дошли, что вот вы решили, не что, вы решили сделать кольцо? Я знаю, что оно было с бриллиантом, правильно? Там была какая-то очень огранка, там, или что-то очень такое необычное. Я, значит, когда мне стукнуло 14 лет, я очень был активным парнем, молодым. Я достал папу, что я хочу работать. Прям достал его физически, потому что мне нужно было там, как правило, больше денег, на что угодно. Денег никогда много не бывает. И, значит, посидев, подумав, поскольку отец занимался алмазами на тот момент, и очень часто к нему в офис приезжали люди, ну, понимая, что он как бы разбирается во всей этой истории, с камушками, с просьбой, там, Виталий, а посмотри, что это такое, сколько стоит, куда продать, а что как. Еще было очень веселое время, когда мне было 14 лет, немножко другое, чем сейчас. И мы с ним, в общем, придумали такую очень короткую программу, потому что можно было за два года реально получить американское образование, стать профессиональным дипломированным гемологом. Надо было только немного обмануть американцев тем, что, в общем, поступать можно с 16, а мне было 14. Мы уговорили представителей кафедры в Москве, которая была нашим человеком. Немножко, как бы ошибиться в цифрах, вот, я поступил на обучение за два года, обучение, практики и прочего, значит, стал гемологом, пошел в 16 лет работать к отцу оценщиком. Чувствовал себя прекрасно, мечта о работе сбылась, мечта о дополнительной прибыли сбылась, куча народу приезжает, камни оцениваю, продаю, все всем довольны. Но, поскольку, наверное, я по жизни немножко более такой творческий человек, и как-то, ну, с детства я рисую, занимаюсь живописью, и вообще мне нравится заниматься всем изобразительным. Ну, как бы, зная весь материал, металлы, камни и прочее, я начал как-то вот этим увлекаться. Плюс что-то отец сделал для матери где-то там с каким-то ювелиром, и эти ювелиры приходили в гости, соответственно, я с ними общался. Ну, и так вот пошло-поехало, я нашел очень двух, там мы подружились, двух фантастических украинских ювелиров, которые жили на пасеке всю жизнь. А это очень важный аспект до того, как было 3D-моделирование и так далее. Люди чаще всего делали ювелирные изделия, модели из воска. А эти два чувака просто в воске выросли, в общем. Они могли из воска делать все, что угодно. Они из-под лупы делали лица маленьких людей в кольцах. И вот мы с ними совместно, там я делал им эскиз, они восковку, создали это первое изделие. Мне понравился очень этот процесс, потому что это жутко увлекательно и очень интересно. И как-то вот с тех пор я начал этим заниматься потихоньку. И так далее, долгое развитие сначала для друзей-знакомых, потом для большего количества друзей-знакомых, потом встретил человека, мы стали для больших компаний делать изделия, потом мы открыли свой ювелирный дом, стали в магазинах продаваться. Вот два года тому назад мы создали большую коллекцию, которая уже сегодня продается по всей России, на наш большой русский рынок. Вот. Ну и какой-то нас ждет дальше еще путь, наверное, не менее интересный. Вот так я к этому пришел. Мне просто денег хотел заработать, рано очень. Спасибо вам. Спасибо вам. Теперь на эту сторону. Вот. Здравствуйте. Меня зовут Камила. Я бы хотела спросить вопрос более личного характера. Как вы бы охарактеризовали самого себя? И что вам не нравится в себе? Что бы вы посоветовали нам, все-таки как человек более опытный, как себя вести в жизни и преуспеть? Вот. Ух. Это вообще очень сложный вопрос. Во-первых, я бы посоветовал в первую очередь не унифицироваться и не слушать всеобщие советы. Кому-то полезно быть наглым, грубым, жестким, кому-то вообще не полезно. Я бы посоветовал в первую очередь идти как бы в унисон со своей душой и никогда не делать то, что тебя губит как-то внутренне. Это не обязательно сейчас связано с творчеством. Это вообще в любом случае по жизни так. Потому что если вы долго будете заниматься тем, что вам не нравится, вы в любом случае проигрываете даже там в любом случае. И в деньгах, и в моральном плане, и в душевном. Я бы дал очень хороший совет, который мне все время советует мой чеченский товарищ, живущий в Гуанчжоу, занимающийся тайским боксом, которому 18 лет, он чемпион всего Кантона. Это такая большая часть Китая по тайскому боксу. Говорит, Асян, в гробу отоспишься. Понял. Поэтому вообще я думаю, что мы реально все в гробу отоспимся. Хочется все время больше успеть. И мне кажется, что это такая невредная, навязчивая идея. Хорошо планировать свое время и пытаться побольше успеть. Ну что еще? Очень важны, и ты это, к сожалению, почему-то очень поздно понимаешь. В любом случае, с кем я ни говорил, у всех это одинаково. Что очень важны человеческие контакты. Очень. Твои отношения с людьми, как ты их выстраиваешь. Насколько много ты их знаешь, и насколько быстро ты можешь в голове свести одного человека с другим. Понять, кто, зачем, почему, как и так далее. Это очень важно. И этим надо заниматься, мне кажется, с института. Уже понимать, кто примерно тебе близок, кто теоретически тебе может быть полезен, кто нет. Нет, плюс, вот по мне, здоровый цинизм и эгоизм – это очень полезная вещь. И когда тебя обвиняют в том, что ты расчетливый или еще что-то, или еще что-то, это надо пропускать мимо ушей, потому что если ты не будешь расчетливым, ну, как бы, лучше от этого не станет явно. На одном чувстве, там, великого благого долга ты особо не проживешь. Ну, и такой, я не знаю, для меня фундамент – вот делать то, что тебе кажется нужным, опираясь на свой опыт и опыт чужой, который можно пронаблюдать, украсть, я не знаю, чего угодно сделать. И главное – не слушать навязчивых людей вокруг и вот этот наш социум. Потому что вот главная проблема, например, для меня в этом году, я понял, что я состою в жуткой информационной интоксикации, в невероятной. То количество информации, которое каждый день поступает мне в голову, оно не дает мне времени подумать о том, что мне важно. Я каждый день, я знаю все про Украину. Зачем? Нет, я сопереживаю, у меня есть очень много друзей на Украине. Но я знаю такое количество вещей, которые мне совершенно ни к чему. И я, как бы, такой очень убежденный, думаю, что глупо отрицать, что все равно есть какие-то потоки энергии на свете, есть, да? Любая информация – это тоже некая объемная вещь. И я на себе это проверил. Я когда-то провел две недели на Алтае без связи, без ничего, живя в палатке. И вообще без возможности какой-либо где-то надыбыть информации. Я по возвращению понял, что такой информационный голод. Я неосознанно, я заехал в магазин. Я вот вышел с самолета, зашел в киоск. Я просто неосознанно взял все шесть журналов. И пока ехал до квартиры, я сидел и их читал. Читал, читал, читал. Я доехал и понял, что я прочитал такое количество бреда. Зачем? Непонятно. Я вообще никогда не читал никаких. Ну, может, я куплю РБК, там, почитай какую-то статью, которая меня интересует. Ну, так, чтобы я взял РБК и прочитал ее от корки до корки. Даже вот самую интересную статью про устройство этой машины, которая мне вообще поправила. И нам навязывают вот это огромное количество информации, дабы как-то сократить нашу эффективность. Я все равно верю в всеобщую конкурентную борьбу на свете. Поэтому надо в ней себя беречь. И не делать никому зла, но делать все равно свое дело. Обижаются, обижаются. Намеренно зла не надо делать. Это всегда как-то к тебе возвращается. Ну, тут можно долго говорить, но видеть, что вокруг происходит. Не всегда быть в унисоне с обществом. Главное, не всегда заявлять вот о том, что ты думаешь. Потому что это никому особо не надо. Если ты думаешь, что все неправы, и они тут вокруг стоят с кримичами, то лучше промолчать реально. Ну, либо, если это связано с вопросами веры, то, наверное, это твое личное решение. Уже тогда это совершенно другой пласт. То есть это связано с работой. Надо быть умным, хитрым, спокойным, тихим. И не кипишовать. Если не знаешь, что делать, лучше ничего не делать. Точно. Плюс, я думаю, что надо надеяться не только на себя. Поскольку я человек верующий, иногда можно понять, что все, что происходит, все равно к лучшему. Куда-нибудь да это все выведет. Особенно это помогает, когда очень прям что-то случается плохое, или ужасное, или невероятное. Потому что вот в моей жизни все самое ужасное, невероятное, плохое, где я сидел и думал, все, жизнь закончена вообще. Я пойду повешусь. В итоге через перспективу 3-4 года я понимал, что это жутко полезный опыт. И я что-то считаю, что я безумно рад тому, что это случилось. Хотя в свое время я думал, что это рушит мне жизнь. А еще есть хороший совет, который мне папа иногда дает. У меня такой безапелляционный человек говорит, так, значит, ты сейчас должен мысленно сесть на Луну и посмотреть на всю эту шалупонь сверху. И сказать себе, что ни ты, ни окружающие тебя люди, ни вся эта твоя история вообще ничего не значит. Тоже иногда помогает. Самая ирония и юмор по Герману Гессе. Все не так серьезно, как оно кажется. По-моему, я уже много прям всяких... Спасибо. Здравствуйте, Константин. Меня зовут Анна. Я хотела у вас узнать, как вы вообще относитесь к социальным сетям. Можно ли вас где-нибудь найти? Меня можно найти в Инстаграме. Потому что это то, что мне прям интересно. Я иногда... Хотя я не могу вот... Ну, у нас типа шоу-бизм, мы должны каждый день что-то постить, бороться за фолловеров, теле-теле, трали-вали. Но у меня, если честно, мне лень. Я не могу. Мне не хватает... Есть люди, которые очень много пишут в Твиттер. Я вот некоторых из них видел на этих плакатах. Я не могу писать там, я вышел из дома, ура! Проезжаю мимо садика, какой он красивый. Нет. Это отнимает слишком много моего внимания. Но я есть в Инстаграме, в Фейсбуке и как бы в Твиттере. Но все, что я печатаю в Инстаграме, переходит в Твиттер. Я этому очень рад. Поэтому хоть что-то в этом Твиттере есть. Не знаю, хорошо к ним отношусь. В свое время там были одноклассники, до этого были IRC-чаты. Ну, в общем, не суть. Хороший метод общения, только не надо переусердствовать. Потому что оно очень захватывает, правда, любого человека. И мне кажется, в этом как бы есть некий расчет. Можно вечером провести два часа, загружая в себя какую-то непонятную вещь, и через два часа очнуться. Ну, что я сейчас делал? Зачем? Вот эти кошечки, значит, рожечки, прошечки. Ну, как бы, ну да, но весело, но не очень. Вот. Спасибо. Спасибо. И сейчас тогда у нас последний вопрос по времени. Константин, здравствуйте еще раз. Меня зовут Ира. Вот в продолжении разговора про информационное поле, интересно, как складываются отношения с журналистами, в плане того, часто ли они пишут про вас неправду? И, может быть, вспомните что-то такое забавное из последнего, что неправдой было? Слушайте, я, у меня с этим долгая история. Я сначала, конечно, будучи молодым, веселым парнем из Юракадемии, с молодыми, веселыми людьми в окружении, которые были всегда готовы на какую-нибудь не очень приятную ситуацию, вот, мы, конечно, из этого делали целую историю. Там, кто-то их бил, выкидывал им фотоаппараты, кто-то еще что-то. Но поскольку это время прошло, и у меня даже был такой момент, я специально встречался с одним из самых желтых журналистов Москвы. Прям там куда-то я его пригласил, и, значит, он пришел, я пришел. Я говорю, слушай, сейчас мы тебя будем убивать реально, потому что ты достал просто, понимаешь? Просто достал. Он говорит, ну, значит, Константин, нет, вам есть совет. Он такой хороший, веселый парень, он говорит, Кость, вот, смотри, чтобы я не печатал, как ты танцуешь на баре и сбиваешь люстру, есть один рецепт, не надо танцевать на баре и сбивать люстру. Слушай, моя работа тебя найти, понимаешь? Я говорю, ну, и я понял, что он на самом деле прав. Поэтому, ну, я не знаю, сейчас меня это совершенно не трогает. Более того, я могу сказать, что, ну, сознательно запускаются какие-то истории, утки, потому что там происходит какое-то мероприятие, мы запускаем новый фильм. Ну, поскольку у нас более такая, там, деловая беседа, мы запускаем фильм. Кто-то обязательно что-нибудь креативит там, а если, ну, совсем у тебя креатива нет, скажут, что у меня жена беременна, или что мы разводимся, или еще что-то. Потому что в любом случае желтые темы поднимают интерес людей к тематике, но, тем не менее, фотографии будут с премьеры, все увидят афиши, все узнают, когда, что, допустим, на премьере такого-то фильма, мы узнали, что он там ля-ля-та поля. Но я не знаю, я к этому отношусь как к рабочему процессу. Я только крайне негативно отношусь, когда они трогают людей старшего поколения, которые выросли вообще в ином мире, где надо было очень жестко отвечать за любую публикацию, и которые до сих пор так к этому относятся. Я вот знаю ужасный случай с Натальей Варлей, про которую написали какие-то вообще жуткие жути и так далее. У меня, я живу с Ириной Константиновной Скопцевой, она с нами в доме живет, ей, в общем-то, 86 лет. Она, конечно, очень современный человек, пользуется Яндексами, Шмандексами и так далее, но иногда ее это тоже затрагивает. Она звонит, ну, они написали, что? Что, Олег Гриш, забудьте вообще, забудьте. Да и я к этому спокойно отношусь. Ну, как бы у них своя работа, у меня своя работа. Более того, они частенько своей вот этой работой помогают нам, а мы помогаем им. Вот. Спасибо. Друзья, давайте тогда еще раз поблагодарим Константина за то, что он посетил сегодня наш университет. Спасибо. Спасибо вам. Очень был рад у вас побывать сегодня. Благодарность от нашего университета и подарки. Спасибо. Еще раз поблагодарим. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok